Уже отправлены работы юных чтецов на областной этап конкурса «Читалочка». В четвертом А-классе 13-й школы две ученицы признаны достойными защищать честь города на уровне региона. Это Варвара Курбала и Нина Гаврилова. Я принесла комочек в дом и стало вдруг понятно, что никому его не дам и не верну обратно. У преподавателя начальных классов Елены Соколовой была давняя мечта – создать творческий класс. И вот в ее четвертом А-12 призеров предметных олимпиад. И шесть человек талантливо читают стихи и прозу. Немец приказал ребятам рассказать, где спрятались партизаны. В классе была тишина. Фашист схватил своими длинными руками Ксению Андреевну за плечи и грубо потряс ее. «Смотри, я буду пока очень добрый, но дальше...» Ксения Андреевна сделала шаг вперед, подошла к партам и сказала, «Ребята, этот человек хочет узнать, где спрятались наши партизаны». Нина Гаврилова и Варвара Курбала в этом году стали победительницами городского этапа областного конкурса «Читалочка». Чтецкие работы оцениваются в этот раз онлайн. И на область также отправлены видеоролики. «Как проще все-таки в онлайн-режиме или очно перед публикой?» «Я думаю, потому что перед публикой, потому что легче их задеть, чтобы они выбрали тебя. Можно смотреть прямо в глаза, и так будет лучше». Варвара тоже опытный чтец. Она предпочитает прозу. Ей еще в детском саду понравилось рассказывать малышам сказку «Колобок». «Стихи, когда говорить рифмой, мне вот это не очень нравится. А вот проза – это, допустим, что происходит на самом деле. Мне нравится это передавать». Видеоролики уже во Дворце молодежи. Будем ждать результатов. Лариса Воложанина, Евгений Пресержнёк, Павел Тимофеев. НТС «Рбит».